Пока мэр Уфы Ратмир Мавлиев оформляет кредит на строительство белоснежной колоннады, в Уфе творятся всякие безобразия. В частности, только за один день, 17 октября, в городе упало 21 дерево и повредило 9 автомобилей. И только по счастливой случайности не пострадал никто из людей. Зато бюджет Уфы точно пострадал. Я имею в виду то, что уфимская мэрия полностью с успехом освоила все средства, которые выделялись в городзеленхозу на так называемое кронирование и так называемое выявление аварийных деревьев. Ну, соответственно, на бумаге, конечно. Внезапно и на 40% подешевели бетонные урны, которые мэрия Уфы планировала закупать по 10 тысяч рублей за штуку. Теперь урны стали по 6 тысяч рублей. Ну, и внешний вид их свелся к какому-то унылому серому цилиндру, который неминуленно раскрасит бродячие собаки в веселый желтый цвет. В Уфе закрылся, официально закрылся, спортивный комплекс и бассейн Тан на улице Зорги. Жители новеньких цветных небоскребов вокруг в ужасе. Когда им впаривали квартирки в этом районе, им преподносили ситуацию так. Вокруг будет лес, рядом бассейн, спортивный комплекс. Значит, отдыхаете, живете, дышите полной грудью и так далее, и так далее. Лес постепенно застраивают очередными человениками. Бассейн и спортивный комплекс, видимо, снесут после закрытия. Ну, потому что нужно еще пару веселеньких человеников-небоскребов воткнуть. Жилье в этом микрорайоне точно упадет в цене. Ну, кому хочется жить в подобном бетонном гетто? На минувшей неделе номинальный владелец одного из крупнейших уфимских предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, Фанис Батыров, которого некоторые безответственные личности от чего-то ассоциируют с депутатом Государственной Думы Динаром Гальмундиновым, сделал громкое заявление. Этот самый Фанис Батыров заявил, что себестоимость перевозки пассажира в Уфе составляет, внимание, 56 рублей. Если это действительно так, то уфимцам стоит готовиться к подъему стоимости проезда на городском транспорте примерно до 60 рублей уже в ближайшее время. Но, естественно, это тоже не предел. Продолжение следует...